всем привет сегодня 20 декабря немножко погуляем по зеленой зоне около отеля богатырь меропинская низменность здесь сочи парк подготовил большой сюрприз новогоднюю программу много украшений но нас с вами естественно как обычно интересует в первую очередь состояние деревьев зелени зеленое убранство нашего города и вот мы сегодня с вами пробежимся вдоль зеленых газонов и посмотрим как выглядят известные вам уже благодаря моим видео зеленые локации ухты собачки спрятались под елью посмотрите пожалуйста сколько сейчас доступно самокатов практически все на стоянке сегодня во второй половине дня более-менее ситуация с утра конечно прошел очень сильный ливень на зарядке стоят самокатики ну отель богатырь несмотря на самое разное к нему отношение тем не менее безусловно визитная карточка сочи сейчас он у нас герой миллионов фотографий сделанных в городе давайте посмотрим как себя чувствую смолосемяник смолосемяник табира посмотрите пожалуйста ягодки его раскрылись вот они и осыпаются на землю смолосемяники широко используются в сочи для озеленения безусловно заслуженно привлекают внимание озеленителей потому что в течение всего года они выглядят очень классно усыпанные вот ягодками которые сейчас к сожалению опадают они создают такое маленькое предновогоднее настроение почему потому что они зеленые клёны все осыпались олеандры не цветут до нового года осталось 11 дней десять с половиной они закончили свое цветение сейчас удивительно выглядят таксодии это хвоепатное растение относится галоцветным которые в свое время захватили практически все континенты и масштабно представлены в северном полушарии хвойными породами вот таксодии это хвоепатное растение если мы здесь будем с вами гулять а мы будем здесь гулять буквально через неделю то мы сильно удивимся потому что эти растения будут стоять голыми вот эти вот хвоинки все осыпятся более того это не только хвоепатное вон видите на траве уже начался этот процесс виден это еще и ветка падная то есть это растение которое не только хвою сбрасывает в течение межсезонья но и маленькие веточки отпадают поэтому когда вы гуляете под таксодием вы можете обнаружить своему удивлению целые упавшие ветки с растением все нормально кстати очень часто спрашивают меня во всяком случае ой а что это оно испортилось но смысле все растение погибло нет не погибло это его нормальное состояние в декабре месяце просто у нас осень затянулась в этом году как и на всей территории россии поэтому растение не успела избавиться от хвои к новому году будет это дело чуть чуть попозже кедр гималайский юго-западные склоны гималайских гор покрыты целыми массивами этого удивительного дерева чувствует оно себя в сочи великолепно в пицунде растут целые массивы целые аллеи усажены в абхазии этим растениям это такой своеобразный природный насос сейчас вот как раз мы с вами можем наблюдать молодые веточки которые вытягивают больше всего воды из почвы но нельзя представляет себе работу этого насоса как посадка кедра осушает родник нет не так это работает но через хвоинки конечно растение испаряет очень много влаги ну к новому году естественно сочи парк не может быть не украшен лучик пойдет гулять по сочи парку только 4 числа на целый день вот они плоды циросиса представляете да как эти растения выглядят весной обильно цветущие зима до нового года 11 дней вот эти потрясающие магнолия в этом году естественно всех удивят обильным цветением отдельные цветы на них уже были и даже зеленые вон шишко ягоды сформировались а под магнолиями буйство красок маленькие фиалки витрака или как их называют фиалки трехцветные традиционные украшения у нас в сочи в новому году завозят сотни тысяч растений великолепная фокиния вообще озеленителем плюс лайк молодцы умеют создавать праздничное настроение вы же понимаете насколько это потрясающее искусство красиво высадив растения подобрав комбинацию растений которые сочетаются друг с другом только этим создать праздничное настроение у многочисленных посетителей подобных зеленых зон магнолии фатинии фиалки фантастическое озеленение парковых зон удивительное озеленение вокруг колеса обозрения уважаемые поли у меня на территории сочи парка категорически запрещено спасибо за внимание молодцы красиво очень посмотрите нескончаемым потоком идут гости в парк ну потому что там всегда красиво там всегда интересно и работают аттракционы я сейчас в растерянности куда сначала подойду сначала вот сюда да олеандры конечно заслуживают отдельного внимания в том числе и потому что эти зеленые красавцы вдохновляют озеленителей сочи уже многие многие десятилетия более того именно об олеандрах упоминают первые статьи посвященные озеленению сочи как о растении типичном для сочи для парковых зон типичным для попыток придания сочи ну такого средиземноморского вида красавица бирючина с крупными несъедобными ягодами тоже впечатляет растения широко используются для озеленения в том числе учебных заведений а вот с этой стороны мы с вами можем увидеть растения из южного полушария калистимон лимонный и оно сейчас цветет до нового года осталось буквально ничего а калистимоны продолжают радовать нас своим цветением представляете да насколько большой интерес эти растения представляют с точки зрения озеленения своих участков дачи хорошо растут до высоты 100-150 метров дальше для них конечно холодно субтропики это не только полоса вдоль берега когда вы говорите о субтропиках необходимо иметь ввиду что ну например там красная поляна вовсе не субтропический поселок это все-таки уже среднегурья высота 550 метров абсолютные отметки и там совершенно другой климат отличающийся от любого у нас участка на побережье сейчас мы дойдем до уголочка который мне нравится ну наверное больше всего посмотрите пожалуйста теплая осень привела к тому что некоторые фатинии решили начать весеннюю вегетацию сейчас в декабре месяце и выбросили свои знаменитые красные веточки с листочками напрасно у нас еще черт знает что с погодой может случиться поэтому лучше конечно фатинии не рисковать плакучие ивы самая известная это плакучая ива из детства около главпочтамта сейчас растение там заменено несколько лет вообще отсутствовало но конечно на старых фотографиях сочи вы можете увидеть эту иву и восхититься внешним видом площади перед главпочтамтам сочи кизильник киноварно-красный усыпанный десятками тысяч ягод почвопокровное растение широко используется у нас в сочи для озеленения рабаток бродюров ну сливить за ним нужно конечно выстригать хорошенько потому что в противном случае он очень быстро разрастается вот в данном случае видите куст стал подниматься вверх надо его подрезать можжевельник сейчас активно плодоносит и огромные листья эвкалипта совершенно заставляют забыть о том что до нового года осталось 11 дней эвкалипт сизый широко используется у нас в сочи для озеленения листья удивляют своей красотой безусловно ну вот эти вот красивые формы гибискуса удивят нас летом в июне месяце когда сочи будет в буквальном смысле утопать в цветах мальвы сирийской или гибискуса новозеландский лен здесь от стены тепло южная сторона но я бы на самом деле его все таки связал мало ли бахнет аномальная температура в сочи в этом году такое возможно случается эпизодически вот хорошо сейчас видно как у нас пальмы пытаются пробиться из-под гибискуса дикие дикие пальмы лох эббинга очень красивое растение ну барбарисы сами по себе вкусные и удивительные вот сколько людей около этой кареты сфоткалось за сезон и в карете тысячи о начался ремонт проверим как себя чувствует иглица ну так себе заборчик поставили а вот маленькое растение обратите внимание это цветы земляничного дерева вот так цветет земляничник один кстати из символов никитского ботанического сада мокрые качели на них никто не качается шикарнейшие просто шикарнейшие многолетники хризантемы умеют удивлять в середине года в некоторых местах Сочи камелия уже распустилась но здесь только только готовится фикус пумеля создает конкуренцию винограду девичьему который к сожалению не съедобен вот так вот камелии 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 готовятся цвести посмотрите пожалуйста бутоны этих удивительных растений уже готовы раскрыться представляете что здесь будет на новый год через десять дней когда они начнут медленно-медленно раскрываться я яркие краски нандины очень экзотично выглядит снеговик пускай искусственный на фоне новозеландского льна и пальмы посмотрите какая сочинская экзотика о я вот эту картинку и сделаю сегодня картинкой данного видео представляете представляете если такое у себя на участке сделать на даче ух ты а вот этого я даже я не видел но я в эту часть и не заходил последние недели две вот это да пряничные человечки ой целая семейка очень-очень необычно и экзотично а с этой стороны тоже есть один снеговичок подойдем сделаем фотографию вот так вчера мы глянули главную елку Сочи восхищает впечатляет удивляет посмотрите пожалуйста там цветет магония не буду ходить по газонам отсюда увеличу вот так вот вот так вот сочи началась весна ничего не знаю о да ну фиолетовая огурка сегодня работает лучше надеяться что 4 января тоже все будет работать и он сможет покататься ух ты какие классные часы вот это фото зона бомба таксодии кизильники киприсовики маленькие высокие эвкалипты и замечательная травушка кратадерия отцветает метелки высохли активно она у нас цветет в сентябре это такое осеннее растение абсолютная ассоциация с ним связана с началом учебного года именно в это время молодые нежные метелки поднимаются над зарослями кратадерии будьте пожалуйста предельно аккуратны несмотря на то что это растение окажется очень дружелюбным листья снабжены очень большим количеством маленьких шипов они практически не видны но когда вы попытаетесь продраться сквозь листвой этого растения вы это прям очень сильно почувствуете поэтому старайтесь сделать так чтобы листья вашего лица и открытых участков тела не касались поцарапаться очень легко особенно маленькие дети которые не видят опасность ну зеленое зеленое залазят прям в кусты листик магнолии под ногами глянцевые эффектные красивые хорошо стоят в сухих букетах они прям словно созданы для этого для дизайна букет представляете на новый год букетик с листьями магнолии фантастика ну все всем пока из предновогоднего Сочи подписываемся на мой канал следим за новостями за обновлениями счастливо специально чтобы не катались на электромобилях перед мостиком установлены камни которые не позволяют проехать поднимемся с вами на небольшую высоту двух с половиной метров и посмотрим на эту замечательную маленькую деревеньку у богатыря построенная специально для аттракциона с машинками вот солнышко садится включается освещение и становится моментально холоднее вот они маленькие магнолии смотрите сразу несколько штук ну естественно потом они будут рассажены но место солнечное чувствуют себя они здесь великолепно обратите внимание заложены почки следующего года бамбук деперативно подстриженный и коричник камфорный и коричник камфорный растение удивительное молодые побеги тоже принимают участие в фотосинтезе они зеленого цвета вот он бамбук стоит красавец вот такой вот на удочку пойдет в море забрасывать ага здесь вот эта площадка ремонтируется сейчас готовится к следующему году ух ты посмотрите какой классный момент мы сейчас с вами запечатлим цветет жасмин чашечка видной угу в декабре это месяца Продолжение следует...